Закат ульфитера – обязанность каждого мусульманина. Это небольшая милостыня в пользу нуждающегося. И в Дагестане его можно выплатить двумя способами – или пшеницей, или деньгами. Если вы выбрали первый способ, то есть оплатить милостыню пшеницей, то для вас на территории центральной отжимомечети уже стоят фуры зерном. Специалисты по закату и табличка с инструкцией. Подходит к нам человек. В первую очередь он должен приобрести сах. Стоимость саха – это 60 рублей. Затем он делает намерение. Здесь на разных языках есть выплатить намерение. После того, как человек выплатил сах, он делает нас, нас уполномачивает, чтобы мы этот сах довели до нуждающих людей. Лучшее время для выплаты заката ульфитера – это день праздника Ураза Байрам. До самой праздничной молитвы. Но можно и выплатить и заранее, не дожидаясь завершения Рамадана. Мужчина выплачивает милостыню за себя и за тех, кого обязан содержать. Второй способ выплаты заката ульфитер – деньгами. Можно это сделать, не выходя из дома. Средства переводят онлайн через сайт или мобильное приложение фонда «Инсан». Человек, не выходя из дома, находясь в любой точке, может прямо с телефона выплачивать закат ульфитер. Скачать мобильное приложение фонда «Инсан» и прямо с гаджета перевести средства. То есть зайдя в мобильное приложение, заходя в раздел программы, первое, что видит человек – это закат ульфитер. Заходя в разделы закат ульфитера, тут идет подробное описание о том, как сделать намерение, какими видами выплачивается, сколько это все обходится в денежном эквиваленте. И прямо здесь вбить сумму, которую он желает оплатить. Стоимость закат ульфитера деньгами за одного человека будет зависеть от вида продукта. Мусульманин выбирает, какой пожелает. Это оплата стоимостью пшеницы, ячменя, изюма или фиников. Он может выбрать любую из категорий. Это или 45 рублей, или же 90, в 500 или же 600 рублей. То есть это стоимость одного из видов, о которых мы говорили, 4 вида. Далее фонд «Инсан» распределяет милостыню среди малоимущих семей. Первый способ выплаты заката соответствует шафийской правовой школе, а второй – ханафийской. Можно выбрать любой из них. Обязанность заката возлагается на каждого, кто имеет пропитание на более чем одни сутки. Для дополнительной информации вы можете обратиться по указанному номеру.